Всем привет! Можете вспомнить прямо сейчас, сколько раз вам врали? Хм, мы думаем, что это достаточно сложно. Если спросить любого человека о том, как он относится ко лжи, все ответили бы отрицательно. Ты самозванец! Обманщик! А что вы скажете, если мы сейчас покопошимся в истории человечества и обнаружим, что кое-где нас всех обманывали? Итак, в этом видео мы расскажем вам о самых известных врагах за всю историю. Обещаем, будет интересно! Поехали! Открытие Америки Многие дети ходят в школу и никогда не сомневаются в том, что учителя рассказывают абсолютную правду об исторических фактах. Согласитесь? Правда, иногда есть реальные доказательства того, что определенный момент в истории имел место быть. А иногда, правда, немного искажается, ну или совсем превращается в ложь. В течение многих лет нам твердили, что Христофор Колумб открыл Америку в 1492 году. И никаких сомнений не было. Но на самом деле это абсолютно неверное утверждение. Мы бы даже сказали откровенную ложь. Еще до Колумба Америка была заселена кочевыми племенами, которые потом по Беринговому перешейку перешли на Аляску десятки тысяч лет назад. Также есть свидетельства о викингах-исследователях, которые в свое время пересекли Атлантику. Согласно данным археологических раскопок в провинции Ньюфауленд, первое в Северной Америке европейское поселение викингов существовало еще в конце 11 века. Таким образом, Христофор Колумб был далеко не первым европейцем, пересекшим Атлантику. А если вы не верите, можете хорошенько погуглить и убедиться в этом. Ухо Ван Гога Наверняка многие из вас на уроках искусства проходили известных художников. И всем всегда почему-то рассказывают про такого безумца, как Ван Гог, что, мол, он отрезал свое ухо и отправил его своей возлюбленной. Слышали про такое? Погодите-ка, если пораскинуть мозгами, какой нормальный человек на самом деле смог бы причинить себе такую физическую боль из-за бывшей подружки? Ну нахер. Если бы вы просмотрели некоторые письма Ван Гога, вы бы заметили, что он и его друг ввязались в драку, где фигурировал меч и слишком много французского вина. В результате такого сочетания ухо вполне себе могло отвалиться. Но Ван Гог, конечно, не был доносчиком и не хотел сообщать о неприятностях, за которые его вместе с другом запросто бы посадили в тюрьму. Поэтому и пошли слухи об отрезанном ухе и неразделенной любви. Нос сфинкса Кто-нибудь знает, как сфинкс реально потерял свой нос? Нет, он не стал жертвой неудачной пластической операции, не думайте. Это не смешно. Существует одна абсурдная историческая легенда, в которую многие до сих пор верят. Якобы его нос отстрелили, когда Наполеон вторгся в Египет и настраивал точность своих пушек, целясь в нос сфинкса. На самом деле он пропал за столетия до рождения Наполеона, который, между прочим, увлекался египтологией и стремился сохранить египетские памятники древности. Интересно, что Египет — мусульманская страна, где не разрешается поклоняться идолам. И возникает вопрос, как вообще этот памятник до сих пор там стоит? Так вот, вернемся к носу. Исторические свидетельства 1400-х годов говорят о том, что один религиозный лидер разрушил нос сфинкса, когда увидел людей, поклоняющихся ему как кумиру. Но разрушить памятник целиком, видимо, селенок не хватило, поэтому он до сих пор является одним из символов Египта. Рогатые шлемы викингов Представьте себе викинга. Представили? Скорее всего, у вас в воображении возник образ грозного дядьки с рогатым шлемом. Но на самом-то деле у археологов больше шансов найти единорога, чем откопать такой шлем с рогами. Это всего лишь один из современных мифов, возникших благодаря изображению художника, описавшего, как викинги действительно выглядят в бою. Изображать их таким образом начали еще в 1800-х годах, когда скандинавские художники Мальмстрем и Мэри Макгрегор придумали этот стиль головного убора. Рогатые шлемы действительно существовали в истории, но это было аж в бронзовом веке, а использовались они для ритуальных религиозных церемоний. Стоунхендж Одной из величайших древних тайт в мире, безусловно, является Стоунхендж. Известно, что его плиты стоят в таком виде якобы уже 5000 лет. Но что-то тут явно не так. Исторические записи об этом памятнике относятся к 1200 году нашей эры. Очень сомнительно, что они с тех самых пор стоят в таком положении, которое мы видим сегодня. Куратор из Кембриджского университета говорит, что почти все камни, которые мы видим сегодня, были перемещены тем или иным образом. Изображение, которое вы видите, показывает Стоунхендж в 1877 году с камнями, наклоненными друг на друга. Но, как известно, многие памятники по всему миру приходится восстанавливать в какой-то момент. И это не исключение. На этой фотографии показан один из проектов реставрации, который происходило в 1898 году. Здесь мы видим двух мужчин на вершине блока, который выглядит так, как будто его кладут туда с помощью крана. По этой фотографии можно сказать, что происходит масштабный проект по восстановлению. Так что, друзья, советуем вам меньше верить во всякие глупости. Прикольные гаджеты, технологии будущего, удивительные изобретения и другие крутые фишки, связанные с техникой, на канале Техзон. Подписывайся, не пожалеешь. Ссылка на экране и в описании. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.